Когда меня спрашивают о счастье, я оказываюсь в конструкции, что прежде я должен объяснить, как работает наш мозг и на что мы в связи с этим можем рассчитывать. Вообще мы относимся к себе как к существам, которые управляют собственным мозгом. Мне интересно, вы управляете собственным сердцем, собственной печенью, собственной селезенкой? Дайте ей команду, пусть она что-то сделает. Но с мозгом состоит дело еще хуже, потому что если эти органы перечислены выше, они у вас все-таки как-то есть, вы по крайней мере можете даже их вырезать, например, селезенку, и ничего с вами существенного не случится. Что будет, если у вас вырезать мозг? Значит, надо понимать очень ключевую вещь. Нам кажется, что у нас есть орган тела в виде мозга, а на самом деле это мы есть у мозга. Наш мозг нас и производит. Мы вторичны по отношению к собственному мозгу. Давайте посмотрим на это животное, живущее у нас в голове, и которое делает нас. Возможно, вы слышали, Татьяна Владимировна Черниговская любит рассказывать такие воздушные истории про мозг, что у нас там 87 миллиардов нейронов и так далее, и так далее, и так далее. Значит, ну, я вам должен сказать, что из этих 87 миллиардов нейронов больше половины находится в мозжечке. Вы, наверное, даже не знаете, зачем он нужен. Он нужен, чтобы вас, да, не трусило. Ну вот, как я это говорю. И почему так сделать сложно роботов? Вы уже там ждете роботов, которые, но они пока, видите, недостаточно в магните, как бы изящно двигаются, потому что самая большая проблема, и Boston Dynamics, несмотря на все свои невероятные достижения, Google, точнее Alphabet, которому принадлежит Google, продала японцам, потому что с вердиктом, что в ближайшее время коммерческого продукта не будет. То есть сложно произвести робота, который будет не бить яйца, когда он его складывает, когда он его берет, не будет проливать, в общем, будет двигаться как человек. И вот большая часть нейронов, которые в нашем мозгу находятся, они делают примитивную функцию, обеспечивают вам плавность движений. А вот насколько приходится клеток на кору головного мозга, которая вроде бы как отвечает за мышление. Если мы считаем, что еще 25% относятся к подкорковым областям, про которые мы вам скажем, это то, что нам эволюция дала, так сказать, от наших далеких предков, то на корковой области остается порядка 20 миллиардов нейронов, из которых только четверть, а то и пятая часть, относятся к той зоне, которую мы обычно считаем, лобные доли, какое-то мышление и так далее. А все еще что делает кора? Она создает мир вокруг вас. Кора помогает вам видеть, потому что все, что вы видите, все создано вашим мозгом. Другие мозги увидят этот мир по-другому. Все, что вы слышите, создано вашим мозгом. И это все делают эти 20 миллиардов нейронов. Это тонкая прослойка нервных клеток с общей площадью, примерно как салфетка, которую вы кладете себе в ресторане на ноги, и вот с этим ограниченным количеством нейронов. У нас не такой с вами какой-то грандиозный мозг, как хотелось бы. Вот это первая правда, которую нужно про себя узнать. Вторая правда касается сознания. Мы считаем, что у нас какое-то есть невероятное сознание, которое позволяет нам быть невероятно сознательными. Я вам должен сказать, что большую часть своей жизни вы проживаете на автоматизмах. И вообще какая-то сознательная деятельность скучается у вас хорошо, если несколько раз в день, когда что-то идет глубоко не по плану. И у вас нет соответствующих алгоритмов действия. Вообще мы просто набор автоматизмов, которые приводятся в активное состояние с помощью клеток, находящихся в ретикулярной формации, которые находятся в стволе мозга. И это высказал идею еще в свое время Пенфилд, великий наш нейрофизиолог. А в 16-м году это уже доказано было окончательно. Сознание – это не высшая корковая функция, не что-то такое невероятно мощное, умное, интеллектуальное и так далее, а просто то, что заставляет вас проснуться. Потому что каждые сутки вы время от времени теряете сознание. Вы себя видели спящими? Попросите, чтобы вам засняли это дело. Потом в ужасе посмотрите. Это так вы выглядите без сознания. А потом в какой-то определенный момент включается соответствующий центр в спинном мозге, и вы пробуждаетесь. У вас включается сознание. Вы начинаете осознавать, где вы находитесь. То есть это не какая-то суперштука. И эта суперштука имеет невероятные ограничения. Мы, наш мозг, не мультизадачен. Да, вы можете делать какие-то действия на автомате. Ну, например, вы сейчас можете тюркать телефон свой и меня слушать. Но когда вы тюркаете телефон, вы это делаете на автомате, меня слушаете, потом переключаетесь. Так, надо это записать и запостить в Инстаграм. И в этот момент вы уже думаете про это. Ваше сознание переключается. Оно не мультизадачно. Больше всего доказано, что если вы параллельно пытаетесь делать несколько дел, то качество каждого из дел снижается, и вы больше устаете. У вас возникает когнитивная дополнительная нагрузка. Мне уже аплодируют. Значит, вторая часть у нас в сознании способна учитывать всего три аспекта ситуации. Вот вспомните, как вы считаете в столбик. Помните это? Вы там пишите 36 на 48, 6 на 8, на ум пошло. Ну, вы пятью цифрами оперируете вообще в массе своей. Понимаете, какое на ум там что? Потому что действительно у нас не удержит сознание больше. Ему нужно три аспекта ситуации. Оно очень ограничено. У нас есть иллюзия, что оно такое широкое все охватывает. Но это ошибка. И продолжительность одной мысли, я очень люблю это исследование, которое это доказало, продолжительность нашей мысли одной. Составляет три секунды. Это кажется какой-то бредом. Вы же мыслите буквально романами. Проблема состоит в том, что каждый роман состоит из предложений. И в каждом языке вы найдете предложение. И если это предложение будет слишком длинное, а вы знаете таких великих русских писателей, то вам приходится отмотать в начало, чтобы понять, о чем там шла речь. Предложение – это то, что вы можете усвоить за три секунды. После этого вы должны остановиться. И дальше пойдет следующая мысль. Наше сознание плюс к этому мыслит еще короткими перебежками. А то, что вы считаете потоком своего сознания, есть набор склеек. То есть монтажные склейки. Если мы говорим про кино или телевидение. Это принцип монтажа. Такой был фильм раньше. Человек с бульвара Капуцинов. И там девушка говорила Миронову, Джонни, сделай мне монтаж. Когда он сказал, что он не может сразу родить ей детей, как в семье. Как в фильмах, которые он показывает. Вот доказательства того, что вы только три аспекта ситуации способны учитывать. Вообще, изначально эксперимент был поставлен Найсером. Это один из основателей когнитивной психологии. Вы, наверное, все слышали этот нашумевший про невидимую обезьяну. Испытуемым показывают видео, на котором есть две команды игроков, по три человека, которые передают мяч игрокам своей команды. Задача зрителей, глядя на это видео, посчитать, какое количество раз мяч будет передан игроками белой команды друг к другу. И вот вы сидите, смотрите видео, считаете. И потом вас спрашивают, ну, сколько получилось. И вы говорите, вот столько. И дальше вас спрашивают, а заметили ли вы что-то странное во время этого ролика? И 50% людей не замечали появившуюся в кадре обезьяну, которая проходила, входила в кадр, делала вот так вот и выходила из него. Значит, ну, забавно, что если игроки будут, вам будет поставлена задача посчитать, сколько раз мяч перешел между игроками черной команды, то всего 25% не заметят обезьяну, потому что она тоже черная. Это говорит про избирательность нашего внимания, про то, когда мы фокусируемся на чем-то, все остальное уже становится, как работают мошенники. Они создают то, что вы на чем-то зафиксировали внимание, и после этого с вами можно делать все, что угодно, просто вы, потому что вы просто этого не видите. Почему? Потому что у нас невероятно ограниченное сознание. И к этому ограничению добавляется еще следующий драматический факт. Он в свое время был поставлен в философском таком ключе Бенджамином Либитом, который провел знаменитый эксперимент, который показал, что если мы будем снимать электрическую активность с помощью электроэнцефалограммы с поверхности вашей головы, то можем зафиксировать момент принятия вами решения за 500 миллисекунд до того, как вы там выполните это действие, и за 300 миллисекунд до того, как вы сознательно осознаете собственные действия. Значит, ну, вообще эксперимент был простой. Испытуемого сажали в кресло, одевали ему электроэнцефалограмму, дальше там крутился вот такой круг, по нему шла зеленая точка, и нужно было отметить момент, когда человек принял решение, что он нажмет на кнопку. И вот активность электроэнцефалограммы была выше до того, как он осознавал свое решение нажать на кнопку. То есть мозг принял решение нажать на кнопку, а потом наше сознание было поставлено в известность, что оно сознательно решило принять соответствующее решение. Это выглядит достаточно абсурдно, и этот эксперимент долго критиковался. Но в 2007 году, это знаменитое исследование Института Макса Планка в Лейпциге, было показано, что предсказать наше решение можно за 8 секунд до того, как вы его примете. Но надо использовать просто более точные механизмы считывания информации с мозга. И сейчас у нас такие механизмы появились. Функциональная магнитно-резонансная томография позволяет видеть живой работающий мозг. И живой работающий мозг принимает решение раньше, чем ваше сознание узнает о том, какое решение ваш мозг принял. И дальше сознание лишь оправдывает принятые вами решения. Вот вы сели на диету, например. Вы приняли сознательное решение, что вы теперь не будете есть после 6. потом вы вдруг обнаруживаете себя в 8.40, заминающими плюшку. И дальше сознание объясняет, что, во-первых, мы не решили на 100%. Во-вторых, не очевидно, что это работающая техника, потому что говорили, что это не всегда работает. И так далее. И дальше вы находите оправдание тому действию, которое принял ваш мозг, а он, конечно, хочет есть, когда вы его морите голодом. Продолжение следует...